Фу, Дашка, извини, задержали на работе. Спасибо, пожалуйста. Да что мне твои извини, я тебя полчаса уже, Ир, жду. Каждый раз одно и то же. Я сейчас тебя дождалась только для того, чтобы сказать тебе, что больше я тебя ждать не буду. Извини. Вот так из-за опоздания на полчаса можно потерять друга. А пунктуальны ли севастопольцы? И что им помогает не опаздывать на встречи? Спросим прямо сейчас. Вот вы пунктуальный человек? Пунктуальный. Да? А как вы этому научились или это врожденное качество? Да я преподаватель. Как я могу быть не пунктуальной? То есть профессия обязывает? Да, конечно, да. То есть вы никогда не опаздываете? Нет. Ну, не всегда. Ну, наполовину. Что причиной является опоздание? Безалаберность человека. Надо быть пунктуальным в жизни. Я так думаю. Да, Сереж? Да. А вы пунктуальны? Относительно. То есть? Иногда да, иногда нет. Если вы опаздываете? Если я опаздываю, то я очень корю себя за это. Мне не нравится, на самом деле, когда я опаздываю. Но я стараюсь предотвращать вообще опоздание. Вот вы часто опаздываете? Смотря куда. То есть вы куда-то опаздываете, а куда-то нет? Бывает, так же да. Если бы не пробки, была бы пунктуальная. Люблю точность. Не люблю, когда меня тоже подводят. Скажите, как бороться с этим недостатком? Спорт, диета и крепкий сон. Внутри что-то должно быть у человека, пружина какая-то. Совесть может быть? Может быть и совесть даже. Надо составить план. План составить? Да. А как? Чтобы запоминать все действия и потом не ошибиться, что куда. Ну, ходить заранее, например. Ну, не наказывать, но, во всяком случае, предупреждать, что так делать нехорошо. Армия научит. Армия научит. Армия научит. Армия научит.